Эту карту я приобрел локально для старого планшета, который не понимает носителя большего объема, но все еще используется в хозяйстве. Провел тестирование больше для себя, но решил поделиться результатами. С одной стороны, время таких карт уже проходит. С другой информации лишней не будет, и никогда не знаешь, когда может пригодиться. Честно говоря, больше всего меня удивляет цена за версию 32 гигабайта, 6 долларов за бренд третьего эшелона, это как-то слишком. При том, что местной барахолке я ее купил за эквивалент чуть больше 310 долларов, а стоимость на Али узнал, когда искал ссылку для обзора. Но при этом, карта показывает очень неплохие результаты. И, если версии с большим объемом памяти имеют пропорционально соответствующие характеристики, то покупка этих карт объемом 64 гигабайта и больше может быть оправданной. Итак, упаковка, брендированный блистер с пластиковой вставкой. В комплект входит абсолютно непримечательный адаптер на полноразмерную SD. Карта поближе, принт без цветных ореолов, подвально не выглядит, и ладно. На обороте нанесен серийный номер и сервисные пиктограммы. Первым делом проверим объем, все окей. Тесты скорости. CDM и АТО показывают как-то завышенные скорости записи. Вспомнил, что недавно обозревал карту Samsung EVO Plus 128 гигабайтов, у нее показатели записи были ниже. Тесты Samsung. AIDA 64 не так оптимистична, но скорость записи все равно значительно выше, чем заявленный минимум для спецификации U1. Samsung EVO Plus 128 гигабайтов для сравнения. При тестировании в телефоне скорость чтения чуть меньше, но все равно показатели приличные. Что в итоге, как всегда, остается открытым вопрос долговечности. Но если вынести его за скобки, то карта выглядит довольно достойно. Но и стоимость при объеме 32 гигабайта не кажется привлекательной. Модификации на 64 и 128 гигабайтов при цене 7,9 долларов соответственно уже претендуют на звание разумной покупки. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Субтитры создавал DimaTorzok